В Сочи прибыла официальная делегация из ЮАР. В администрации города состоялась приветственная встреча с главой города Сочи Анатолием Пахомом и Обществом Интеркультура. Как известно, именно Южная Африка примет через два года следующие хоровые игры. Для нас хоровая Олимпиада – событие чрезвычайно важное. Мы не только будем говорить от имени города Цвани, а от имени всего нашего континента. Мы будем показывать, кто мы есть, какие у нас люди, какая природа. У нас даже город есть. Он называется «Мамелодия» в переводе «Мать песен». У нас выдающиеся коллективы, певцы как раз из этого региона. И мы готовы их показать всему миру. Завтра на торжественной церемонии закрытия, которая состоится в ледом Дворце Большой, ЮАР примет у Сочи флаг Всемирных Хоровых Игр. А наш город начнет тем временем подготовку к участию Сочи в юбилейной хоровой олимпиаде, которая состоится с 4 по 14 июля 2016 года в столице ЮАР. Уверен в том, что после проведения Всемирных Хоровых Игр у нас город будет практически в каждом микрорайоне иметь свой хор. И естественно, что будет большой хор города Сочи, который будет принимать участие во всех мероприятиях. И в первую очередь во Всемирных Хоровых Играх, потому что мы были также участниками этих Всемирных Хоровых Игр и местом проведения их. А в Сочи праздник песни подходит к финишной прямой. Завершаются конкурсные прослушивания и остаются приятные воспоминания. Мне очень понравился парад нации. Я был воодушевлен, как мэр ехал в кабриолете и приветствовал всех горожан. Это был очень красивый жест. Мне понравилось, что город чистый, город приветливый. Мы проводим мероприятия в разных странах и каждая страна уникальна по-своему. Но Сочи, он действительно имеет свой характер и он действительно уникален. Участники сегодняшней встречи обменялись подарками и опытом. У двух городов одна общая культурная и спортивная история. Сочи провожает Хоровую Олимпиаду и встречает Чемпионат мира по футболу в 2018. А ЮАР в это же время встречает Хоровую Олимпиаду, а ФИФА у них проходил в 2010 году. Елена Всецна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.